всем привет в этом видео мы отправляемся в горную санибу по пути будем останавливаться в разных локациях и одна из них это вот такой склеп здесь на самом деле он не один и это подземные склепы древние кто интересуется древней архитектуры это довольно интересно выглядит на фоне вот таких пейзажей горных вершин так что будем путешествовать здесь по разным локациям думаю что должно быть интересно поэтому давайте вместе отправимся посмотрим такой древний склеп выглядит довольно необычно чувствуется прям что ему много-много тысяч веков ну или лет или там сколько-то сотен вот как я и говорил еще несколько склепов они уже более такого подземного вида заглядывать не очень хочется да и в целом там темно ничего не видно такие вот строение можно здесь наблюдать дальше по нашему маршруту мы планировали доехать до водопада фуридон от дороги до водопада буквально 250 метров очень интересная тропка с красивыми деревьями и видами отправляемся к водопаду здесь вроде как 200 метров пройти посмотрим интересно вообще здесь ни разу не были собрались мы в самую чащу здесь оказалось очень свежой и хорошо но дойти до самого водопада так и не удалось потому что нужно было быстро возвращаться к жене с детьми и снять сам водопад мне к сожалению не удалось тем временем многие люди приходили и проходили туда глубже сторону водопада многие приходились уже с полотенцами видимо собирались купаться ух представляю каким было хорошо ну что как вам я так понимаю что там дальше можно пройти еще дальше он ребята пошли с полотенцами видимо купаться в холодной горной водички но а я бегу на помощь жене потому что там полный трэш вот но в общем вид здесь отличный такое приятное прохладное место сегодня довольно жарко будем двигаться дальше сейчас надо спуститься аккуратно вернуться в машину прям за мной наверху находится еще одна башня туда можно пройти но как-нибудь другой раз можно отсюда просто понаслаждаться видом здесь еще очень много пещер я вот смотрю что например с той стороны тоже есть пещеры как это обычно бывает полчаса путешествие и час отдыха когда ты с детьми нужно покушать нужно попить ходить в туалет и так далее планируем доехать до даргавса и через фиагдон вернуться уже во владикавказ но если планы не поменяются потому что вот можно наблюдать некую облачность что там в горах неизвестно рисковать не будем поэтому если что просто вернемся по этой же дороге через кубань во владикавказ встретили тут такие картины таскальные вообще супер какой-то пес который такой содержит себе всю вселенную млечный путь что ли изображен и 2 картина вот женщина луком красиво здесь вообще вид довольно бомбический просто посмотрите на эти скалы тоже честно говоря здесь конечно дорога вот такого плана немного пробуксовывая поднимаешь поднимается машину но довольно тяжело это я даже думаю ехать дальше или нет надеюсь что все таки доедем ну а вот можно посмотреть отсюда еще такой вид на ущелье очень красиво и развернусь еще в ту сторону да уж нам предстоит предстоит вот так подняться куда-то туда 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 там смотровая площадка будет посмотрим так ну что не смогли мы тут забраться по этого серпантину нужно понимать почему не думал я что здесь такие крутые подъемы еще вот это гравийка сожалению у нас не полный привод и мы не сможем проехать вот но мы решили дойти до смотровой площадки сейчас находимся вот под таким навесом я хорошо что я не поехал но вот мужчина мне сказал которые спускались на крузаках что не стоит в общем вернее он сказал что нужен полный привод и в общем нужно нужно топить просто газ здесь вот такие инсталляции красивые разрисованные скалы тоже такие уже и вот смотровая площадка финским флагом вот это невероятно просто вон мы вон там ехали и не поднялись 100 метров и 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 решили мы дальше не подниматься все-таки нужен полный привод здесь, хотя интересного там еще нас ожидало довольно много в принципе можно проехать здесь как бы в обратный путь со стороны Феогдона объехать, тоже вариант но это уже в следующий раз, сейчас уже довольно поздно в фоне такого завала пожалуй я и завершу это видео я думаю было довольно интересно, если интересен маршрут наш, пишите комментарии, я тогда подготовлю там файли в котором опишу наш маршрут сможете им воспользоваться, у кого полный привод, в целом можно проехать через весь от горный перевал, по такой горной дороге и насладиться там еще Даргав спереди можно до Медаграбинских водопадов доехать, можно вернуться через Феогдон в общем здесь прям вот можно по горам колесить, в общем-то такой стандартный маршрут на самом деле многие здесь местные зарабатывают на этом деньги возят туристов туристов на ленд-крузерах делают такой типа джип-тур по горам по вот всяким достопримечательностям природным и с вот инсталляциями здесь вы видели граффити всякие изображения очень круто в этом плане так что подписывайтесь на канал ставьте лайк мы продолжим здесь путешествовать по сети и показывать в общем нашу жизнь в том числе всем пока пока Пока.